Пусть это был и всероссийский финал любительской лиги страны, но у видавшего виды в нашем баскетболе Андрея Терехина было ощущение дежавю. Многие команды непрофессионалов, таковыми были только номинально. Соперники, конечно, там называются любителями, но там очень-очень много знакомых лиц. Тем не менее, это только придало пикантность турниру, он стал более острее. То есть не было каких-то проходных лидеров, и в каждой игре ни на секунду нельзя было расслабляться. Сезон только начинается, а женская команда баскетбольного клуба «Спартак Приморье» уже завоевала медали. После победы на дальневосточном этапе межрегиональной любительской лиги страны девушки получили право выступать на всероссийском финале. Он проходил в Крыму, в Севастополе. На групповом этапе «Приморочки» обошли соперниц из Башкирии, Саратовской области, Екатеринбурга и Севастополя. Когда мы вышли на площадку, мы играли слаженно, скомпонованно. Все комбинации были сыграны, и мы смогли спокойно сыграть и показали свой достойный результат. Мы к этому готовились, мы к этому шли. В финале наши девушки встречались с уфимской командой «Нефтяночка», с которой и начинали турнир. В финалах легких никогда не бывает, соперника нельзя недооценивать. Они нас также изучали, как и мы. Поэтому, ну да, мы знали, от кого ждать главные очки, с кем побороться надо. Ну, в принципе, в финале было тяжело, несмотря на счет. Даже то, что плюс 20 мы выиграли. В плей-офф девушки «Спартака» «Приморья» набрали такой темп, что никто из соперниц не мог их остановить. В итоге заслуженные медали. На очереди у них еще один турнир – открытый кубок Дальнего Востока. Павел Зайцев, Павел Михайлов. Панорама.